Быть диспетчером-типилотом – праца не из лёгких, але никто не задумывался, на кольке важна работа службы гаручосмазочных материалов. А что ж гэта за профессии, які на захову этой амнице, зараз доведаемся. Виктор Гусак уже 40 годов працуе у аэропорте Гомеля, начитавшися у дятинстве книжек, Мару звязать своё житё с самолётами. После учёбы у авиационного училища на отпрацовку трапил у аэропорт Гомель и на протягу 19 годов працевал техникам и на інших посадах. Апошній 16-годов Виктор Гуса керує служби гаручосмазочных материалов. Там тоже, опять же, та же самая процедура, что и здесь проводится. И после этого оно едет на заправку воздушного судна. На працу Виктор Гусак заусёду йде с добрым настроем. Самая важная задача на день – гарантовать безпеку полётов у аэропорте. У подпродкованни у Виктора 16 работников. За днами он починал свою деянность, а не которые только у початку карьеры. Миновата им он передае своё опыт и веды. Основная моя обязанность заключается в руководстве, всем коллективам, в контроле за соблюдением технологий. Опять же, инженер по качеству и техник. Всё равно уже люди молодые, а тут уже за плечами, скажем так, 40 лет. Заражением Гомельского аэропорта можно лечить 1944 год, когда во время войны на аэродроме базировались полки 36-й знищальной авиадивизии, которая выполнила задачи суперсповетренной обороны. Сучасный аэропорт был введен в эксплуатацию в 1967 году. В 1993 году ему нададен статус международного. Это один региональный аэропорт в Беларуси, который, как и национальный аэропорт Минск, работает круглосуточно. В складанных умовах надворья авиакомпании часто выкорастовывать миновитое у якости запасного. 80-годовый юбилей аэропорта означали урочисто. Заслуженные работники за добросумленную працу отримали отповедные узнагороды. Концертная программа и слова подяки покинули добрые успамины и цудовный настрой. Ганна Кусташова, Сергей Жиленко, телерадокомпания «Хомель».